Ешьте три головки чеснока в день. Может, от коронавируса это и не поможет, но люди будут держаться от вас подальше. Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая 2020 года. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России на вечер 4 мая превысило 145 тысяч человек. За сутки оно выросло на 10 581 человек. Всего в стране от COVID-19 умерло 1356 человек, за последние сутки умерло 76 человек. Выздоровевших за сутки в России достигло 18 тысяч человек. За сутки в Москве зарегистрировали еще 35 смерти пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в столице выросло до 764 человек. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, режим самоизоляции в городе могут ослабить, если у системы здравоохранения будет запас прочности для оказания качественной медпомощи больным COVID-19. Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик Ран Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения. По его словам, это характеризует третью-четвертую фазы эпидемии по критериям Всемирной организации здравоохранения. Возможно, что уже близок перелом эпидемической ситуации, которая сложилась в последнее время, сказал Брико. Гендиректор ВКБУ НМИЦ кардиологии Минздрава Сергей Бойцов не исключил, что на рост числа зараженных COVID-19 могло повлиять несоблюдение режима самоизоляции. В связи с этим Бойцов предложил ужесточить карантинные меры и ответственность за их нарушения. Международное авиасообщение, согласно оптимистичным прогнозам, может быть возобновлено в середине лета, заявила пресс-секретарь аэрофлота Юлия Спивакова. При этом она отметила, что точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно. По последним данным Всемирной организации здравоохранения на 4 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 3 миллиона 500 человек, 250 тысяч умерли. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США, где количество зараженных превысило 1 миллион 200 человек. Испания находится на втором месте, 217 тысяч человек. Италия, на третьем, 210 тысяч человек. Великобритания, на четвертом, 187 тысяч человек. Франция, на пятом, 168 тысяч 500 человек. Россия по числу заболевших снова обошла Турцию и вернулась на седьмую строчку рейтинга. Китай после появления коронавируса совершил ужасную ошибку и пытался ее скрыть, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, худшим решением властей КНР стало то, что они запретили въезд в Китай, но не запретили въезд своим жителям в США и по всему миру. Должностные лица США полагают, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса и данные, насколько он заразен, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты. Об этом со ссылкой на доклад Министерства внутренней безопасности США, ДХС, сообщает Associated Press. Приуменьшая степень серьезности коронавируса, Китай нарастил импорт и сократил вывоз медицинских товаров, говорится в документе. При этом власти КНР пытались скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных. Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна предположили, что в России эпидемия коронавируса может полностью закончиться 12 августа 2020 года. Ранее они называли другие даты – 20 июня, 8 и 19 августа. В Кремле достоверность их прогноза оценить отказались. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», – сказал он. Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты Парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлицеа, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлице предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан, от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц, от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц, от 5 до 10 миллионов рублей. Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга. Так что оставайтесь дома, дома лучше всего. Продолжение следует...